Добрый вечер, друзья! 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 единорога. Вот, можем, посмотрите, давайте выберем какой-нибудь, какой-нибудь пэк, вот, например, вот этот вот пэк, вот, что сюда входит? Ну, конечно, сам единорог, как же без единорога? Вот, обязательно есть какие-то открыточки, маска, вот, что тут еще? Это бейджики, сертификаты, вот, а можете, в принципе, как бы пойти на MintUp, потом купить такую штуку для своего ребенка, и он, в принципе, с ней поиграется, приручит этого единорога. А, ну, конечно же, мы должны это добавить в корзину, и потом из корзины мы сможем сделать чекаут. Я пока что вам показал очень простой, очень-очень простой флоу для интернет-магазина. И таких интернет-магазинов очень много, которые сделаны поверх платформы Wix. На самом деле это не сотни тысяч, не миллионы разных приложений. Это одно приложение, одна платформа с одним бэкендом, с набором поддерживаемых клиентов и каким-то API, с помощью которого они общаются. То есть это multi-tenant приложения с одинаковым набором capabilities, просто разные сайты и разные магазины используют его немножечко по-разному. Давайте посмотрим, что нам нужно с точки зрения API для того, чтобы реализовать такое вот требование отображения, например, продукта. Представим себе, в самом простом случае у нас есть http-запрос get на ресурс продукта, у которого есть ID, и мы в итоге получаем с него… Давайте посмотрим, что нам тут нужно. Нам нужно название, нам нужна цена, нам нужны картинки этого продукта, описание, информация, еще куча разных полей. Вот тут сидят ребята, они мне подскажут, сколько этих полей там, нам, наверное, их штук 30. Вот. Почему они подскажут? Потому что они как раз занимаются stores. Вот. И мы вместе с ними тоже не так давно занимались stores. Давайте посмотрим на другой use case. Это была страница продукта. А как же насчет страницы списка продуктов? Вот в списке продуктов нам нужно название цена и один имидж, всего лишь один headline image. А вот это все остальное чепуха, description, информация, мне вообще тут неинтересно. И если я хочу держать структуру своих ресурсов, респонзов простым, то у меня возникает вот следующая ситуация. Из всего этого payloadа мне для страницы списка нужны только вот эти данные. Если мы получим числа, то это будет 10 процентов всего payloadа. То есть для того, что мы видим, что это совсем неэффективно. И у нас есть проблема оверфетчинга. У нас ресурсы такие жирненькие получаются. Да, мы все, все отдаем. И это все можно отобразить. Но в конкретном use case это может быть абсолютно ненужно и абсолютно неприменимо. Давайте посмотрим более advanced use case. Хотя он в принципе простой, но уже более интересный. Представим себе саму корзину. Вот в корзине, у которой тоже, конечно же, есть там ID и методом get мы ее получаем. Есть элементы этой корзины. И каждый из этих элементов — это какая-то ссылочка на продукт с данными, это количество этого продукта в корзине и цена и подбивка по цене. В общем, сколько мы должны за это заплатить. Если мы опять-таки делаем простой, привычный нам HTTP API, то тогда у нас получится следующая структура в респонзе на корзину. У нас будут сами данные по корзине плюс ссылки на продукт. Вот эти три ссылки на продукт. Мы не будем дублировать эти данные прямо здесь. Мы скажем, вот можешь ты, клиент, пойти на product resource и получить все данные по нему. В итоге для того, чтобы отрисовать вот такой вот простой карт, у нас получится что? У нас получится полная фигня. Нам нужно будет сделать четыре запроса. Если продуктов будет 10, нужно будет сделать 11 запросов. То есть это типичная проблема N плюс 1. И даже если у вас есть new and shiny iPhone 10 или какой-нибудь последний Samsung, все равно вы будете долго ждать, пока это все произойдет. То есть это не работает. Совсем не работает. И батареечка сядет очень быстро. То есть вторая проблема у нас, собственно, есть under-fetching. Если мы наши ресурсы держим очень простыми, то нам приходится делать намного больше запросов в этом случае. Как можно решить эту проблему? Ну, самый obvious solution здесь это сказать, окей, давайте мы сделаем проекцию. У нас будет не просто корзина, да, у нас будет какая-то проекция корзины. Мы сделаем корзину с продуктами. Вот. И причем это будет очень особенное, очень особенное представление, потому что только в этом случае нужен инвентарный номер. Во всех остальных вдруг не нужно было. А вот именно в этом случае нужно. Будет какое-то краткое представление. Потом для мобильного приложения. Потом какое-то единорожное представление. Короче, таких проекций у нас будет миллион. Вот. И мы пробовали идти по такому пути. Это не очень хорошо работает. Мы начинаем городить огород. Каждый раз, когда у нас меняются требования на фронтенде, нам необходимо обновлять бэкэнд. Вот. И, соответственно, поддерживать все эти проекции. Это не очень прикольно. Так нам тяжелее работать. Самое главное здесь, что нам в итоге сложнее это поддерживать, и мы дольше деливерим какую-то простую или сложную функциональность. Просто дольше. И еще одна проблема. Давайте посмотрим на этот пейлот, который мы вот выпихнули клиенту. И зададимся вопросом, а что же из этого пейлота на самом деле клиент использует? Вы можете как бы сказать? Я, например, не могу. Мы не знаем, как он используется. Вот. Можем только догадываться. И когда доходит вопрос, что же нам делать, когда вот я понимаю, что вот это название поле плохое, или мне вот это совсем нужно убрать, то как это задеприкетить, как удалить устаревшее, вы можете только в этом случае молиться, вот, и можете пробовать удалить, и потом смотреть, как будут реагировать на это клиенты. Да, конечно же, предупреждать их, вот говорить, ай-яй-яй, там три месяца пройдет, мы это уберем, но трекать использование конкретных кусочков данных вы в данном случае никак не можете. Вы можете только догадываться, что, да, наверное, они больше не используются. Вот как выглядит наша ситуация. В принципе, все достаточно позитивно, вот, и мы много тут рекварментов набросали, скомкали, но, в общем-то, не очень хорошая ситуация. И такая же не очень, такая же не очень хорошая ситуация была у Facebook. Они посмотрели на это все и подумали, блин, не очень прикольно получается писать такой API и так клиенту и серверу общаться. Вот. И возникла эта задача у них в 2012 году, когда они писали свой мобильный клиент. Начался тяжелый процесс обдумывания, как же эту задачу красиво решить. Добавилось немножко черной магии и появился граф QL. В 2015 году на конференции по реакту, на фронт-энд конференции, Facebook представил решение этой задачи в виде граф QL. Давайте с вами спокойно разберемся, что же такое граф QL. Книжка говорит нам, что граф QL — это язык запросов, KPI, и какая-то среда исполнения этих запросов, которая позволяет вам достаточно просто подключить, зафулфилить эти запросы напротив ваших данных. Давайте рассмотрим по шагам, как это выглядит. Первое, что делает разработчик граф QL API, граф QL сервера в данном случае, или граф QL клиента, неважно, он говорит, я хочу описать свою схему, я хочу типами описать, что же у меня, что у меня есть, как выглядит интеграционная модель предметной области, какие в ней есть кусочки данных, как они связаны между собой. Давайте подумаем про какую-то социальную сеть, в которой есть пользователь, у него есть имя, друзья, друзья — это тоже те же самые пользователи, оп, то есть у нас уже граф какой-то появился, есть город, в котором он живет, в городе тоже есть какие-то пользователи, вот, и у нас есть такая вот очень простая связь между этими entity. Вот это и есть граф, да? Надеюсь, все понятно, только все очень просто. Первый класс, вторая четверть, все так будет до конца, на самом деле. Но мы не можем просто так взять и начать работать с графом. Нам необходимо в него как-то попасть. Вот вот этого юзера, вот абстрактного в этом вот графе, мне нужно как-то его найти. Вот, например, найти пользователя по имени. Вот, я могу сказать в графке L тоже типами описать, сказать, вот именно по полю юзер, в который я передаю имя name, я могу найти конкретного пользователя. Ну, или не найти, если его не существует. Теперь, вот описали мы эту схему. Следующий шаг в этом процессе — это сказать, как попросить какие-то данные, да? Вот давайте вот этот entry point в наш граф попробуем использовать. Допустим, мы пробуем найти Вову единорога. Тут раньше был Ваня, но я подумал, что это нечестно. Вдруг Ваня обидится, поэтому я как бы взял свое имя в данном случае. Вот, вот у нас есть Вова единорог. Я хочу найти друзей Вовы единорога и найти город, в котором он живет и, как бы, какой популейшн у этого города. И вот, что мне ответит GraphQL. Он ответит ровно точно так же, как я попросил. Обратите внимание на вот этот вот shape запроса. Я сказал, хочу пользователя, хочу у него друзей, и у всех его друзей хочу имя. И ровно таким же образом я здесь и получил респонс. Конечно же, в соответствии с схемой. И все это я получаю за один запрос. Если мы используем HTTP для того, чтобы выполнять GraphQL запросы, то это будет один запрос на HTTP пост в общем случае. И это очень удобно. Теперь мне не нужно делать, например, для корзины, которую мы с вами рассматривали. Если моя модель GraphQL описана как связь между этими объектами, то я могу за один запрос между клиентом и сервером получить все данные. Это суперудобно. Давайте начнем тыкать, давайте начнем смотреть, как же это может выглядеть. Для этого я вам покажу сейчас консоль. Вот, консоль называется GraphQL. Вот. Это стандартная консоль для всех GraphQL приложений. Мы здесь напишем некий запрос. Мы скажем, мы хотим найти карт по идентификатору 1. Из этого карта мне интересны его элементы, а конкретно продукты. И в этом продукте я хочу получить title, price, SKU. Я хочу получить изображение, но не все, а, например, только одно. А еще мне интересно количество, total и давайте весь subtotal подобьем. Вот я написал сейчас этот GraphQL запрос в стандартной консоли GraphQL, которая, вот, смотрите, она ранится у меня на localhost 8080. Это сервачок сейчас запущен. Ходит на этот же сервачок и забирает эти данные. Запускаем запрос и получаем ответ. Посмотрите, вот ровно там сколько у нас? Три продукта здесь будет. Будет их quantity, total, subtotal. Ровно точно так же, как я попросил. Какой шейп запроса, такой и шейп ответа. Очень удобно. Давайте продолжим и посмотрим, просмотрим преимущества, которые мы получили. Во-первых, у нас, как и в Виксе с редактором сайтов, получается, исполняется принцип what you see is what you get. Те данные, которые мы попросили, те данные мы получили. Не больше, не меньше. В итоге это эффективная выборка, потому что теперь я как клиент буду просить то, что мне нужно. Сервер для меня максимально постарается исполнить запрос только для того, что нужно. Проще разрабатывать, потому что теперь, если вот эта модель у меня не меняется, я могу много разных вьюшечек на нее наставить. Да, мне не обязательно изменять сервер, когда у клиента меняются требования. Конечно же, если нужно добавить новые данные, если нужно изменить модель, в этом случае нужно менять сервер. Но когда сервер менять не нужно, то тогда как раз вот здесь вот GraphQL начинает очень, очень сильно нам помогать в плане декаплинга. Полезная аналитика. Почему у нас будет полезная аналитика? Потому что сейчас я могу посмотреть, какие… Вот я сказал, например, своему клиенту, слушай, дружище, используй, пожалуйста, поле там Product ID. Вот. Он мне сказал, да, да, хорошо, и начинает использовать. И я вижу, ага, ты ко мне подключился с таким API-ключом. Я вижу, что с таким API-ключом вот эти клиенты до сих пор запрашивают в GraphQL запросах Product ID, например. Я могу сказать, ребята, вы до сих пор используете Product ID, конкретно вот вы и вы. И, пожалуйста, перестаньте. Вот тут я могу уже трекать и могу понимать, какие данные реально нужны моим клиентам. И, как я люблю в таком случае говорить, если вы успешны, то вы вообще не контролируете тогда своих клиентов. И вот этот трекинг становится еще более важным для вас, потому что вы тогда можете посмотреть. Ага, если там меньше чем 2% до сих пор используют, я могу выключать этот рубильник и удалять это поле. А если там больше, чем 10%, например, то не могу. И еще прикольное преимущество GraphQL — это то, что поддерживается любой источник данных и транспорт. Не важно, это HTTP, можно использовать бинарный протокол, можно использовать WebSocket, все, что угодно, все, что вы хотите. Это GraphQL, GraphQL никаких требований именно на транспортный слой не накладывает. Вот, все, что угодно. И, конечно же, все это поддерживается на куче разных языков. Кстати, как вы думаете, на каком из этих языков самая мощная поддержка GraphQL на сервере? Кто за Java? За Java никто, это правильно. Так, а кто за скалу? Так, а кто за Node.js? Конечно, конечно, что это все эти старые, вот эти для старых каких-то разработчиков эти все языки. Конечно, Node.js. Вот, да, Node.js на самом деле именно его… Я, кстати, Java и скала программист, вот, не то, что сильно старый, но я признаю, что Node.js все-таки хороший. Именно на Node.js находится референс-имплементация GraphQL на сервере, и большинство фич, которые даже не входят в спецификацию в GraphQL, обычно опробуются именно на Node.js реализации. Поэтому, если вы хотите получить reference-имплементацию, Node.js is your friend. Давайте… Но сегодня будем говорить про Java. Вот. Кстати, кто Java-программист? Окей, хорошо. Если что, да, мы как раз… У нас сейчас будет лайф-кодинг-сессия, и мы будем конкретно на Java показывать, что нужно сделать на Java, чтобы завести GraphQL сервер и так далее. Но даже если вы не программируете на Java, вам будет все равно понятно, что вообще происходит. Я надеюсь. Конечно же, сейчас очень модно говорить про микросервисы, да, все говорят, да, уже даже тошнит иногда. Ну, я отдаю дань моде и скажу, что у нас таки будет два микросервиса. Вот. Первый микросервис — это будет карт-сервис. В карт-сервисе будет корзина наша, и данные по этой корзине мы будем сохранять в SQL базу данных. И будет у нас еще один сервис, это каталог, это product-сервис, у который как-то сохраняет данные, даже вам не буду рассказывать как. Важно то, что мы их можем получить по HTTP. И вот поверх карт-сервиса мы сейчас сделаем полноценный GraphQL API, такой, как был у нас вот здесь. Вот я вам показал уже готовое решение. А сейчас мы, не имея этого GraphQL решения, а имея просто два микросервиса, сделаем его с самого начала. Из тех, кто программирует на Java здесь, я надеюсь, вам знаком Spring и Spring Boot. Правда, знаком Spring и Spring Boot? Отлично, да. Вот. Поэтому вам будет очень просто понять, и мне будет очень просто провести эту презентацию дальше. Давайте начнем. С чего мы будем начинать? Так, идем сюда. Значит, первое, что нам необходимо сделать, да, я откатаюсь немножко назад во времени, вот, на готовность этого проекта без того момента, когда у нас есть GraphQL. И мы начнем с добавления зависимостей. Самое первое, что нужно сделать, это добавить несколько зависимостей на GraphQL. Всего лишь 4. Вот, всего лишь 4. Можно меньше, но для этой презентации нам они все понадобятся, и они все нам будут полезными. Первая зависимость это, собственно, GraphQL Java, референс имплементация, которая очень часто идет вместе с Java Tools, которая нам немножко упрощает разработку поверх GraphQL Java. Более того, так как мы используем Spring Boot, мы хотим начать быстро и будем использовать Boot Starter. По сути, это плагин, который предоставляет, который подключает GraphQL Java, дает нам поверх нее контроллер, и этот контроллер уже умеет работать с GraphQL. И еще один стартер, который дает нам GraphQL. Все, что он нам предоставляет, это вот эту консолечку, чтобы мы имели к ней доступ, только для этого нужен этот стартер. Вот вот эти 4 зависимости. А теперь вспоминаем про то, с чего все начинается. Начинается все с того, что мы создаем схему. Схему мы назовем незамысловатым названием. Схема. И у каждой схемы есть точка входа на querying. Данные мы будем querying, и мы определяем entry point. Он может называться как угодно. Я могу его называть ABC. Вот это абсолютно не имеет никакого принципиального значения. Важно то, что это будет точка входа в наш граф. Точкой входа в наш граф будет поле карт, которое по идентификатору вернет карт. Давайте определим, что такое карт. В карт у нас входит идентификатор, который является обязательным. Будут элементы корзины. Они тоже должны быть new null rm. И у нас будет subtotal. А subtotal это тип big decimal. И item мне уже лениво добавлять руками, поэтому я его быстренько сюда авто комплишеном добавлю. В item входит пока что для простоты product id, quantity и total. Вот такая вот простая модель. Получаем карт по id. У карты можем взять элементы и по элементам можем понять, к какому продукту они относятся. Можно вопрос? Да. А вы сказали item, а так комплишен называется. А откуда он взял эту информацию? Потому что у меня вот есть заготовленный шаблончик item, который у меня экспандится в вот этот код. Да. Магия? Магия. Facebook магия. GraphQL. Да. Окей. Давайте продолжим. Значит, вот мы описали нашу схему. А теперь давайте создадим пакет, в котором у нас будет находиться все наши графки lsrc. Вот. Создадим этот пакет и в этот пакет добавим конфигурацию. Вот. Сейчас все будет понятно, не переживайте. Все. Мы сейчас тут разделим просто наш эдитор на две части горизонтально, чтобы мы с одной стороны видели схему, а с другой стороны видели код. А вот я добавил конфигурацию. Конфигурацию, в которую мы будем добавлять наши объекты спринговые, в которых мы будем описывать, как мы должны работать с графом. Самое главное, что нужно понять вначале, у нас есть какая-то точка входа. Вот эта точка входа. Вот вот эту вот точку входа мне нужно как-то описать в самом коде. Для этого я создаю бин, который называется GraphQL Query Resolver. GraphQL понятно, query тоже понятно, мы будем кверять данные, а Resolver это штука, которая позволяет нам вот эти query зарезолвить. Вот. Все очень просто. Вот. Лучше объяснить по буквам, чтобы было понятно, почему именно так он называется. И теперь в этом Resolver не нужно описать этот метод, потому что он, по сути, есть entry point, мой граф. Я пишу public метод, который возвращает карт. Вот. Этот карт принимает ID. И теперь, используя карт-сервис, я могу найти этот карт по идентификатору. Вот. Совпадение вот этих имен и этих типов, оно принципиально. То есть то, как называется поле здесь, так оно должно называться у нас и в коде. Вот. Этот класс может называться как угодно. Главное, чтобы его структура потом совпадала, да, чтобы у этого карта был ID, items и subtotal. И вуаля, именно так оно и есть уже. Вот. Именно эти поля, именно эти свойства этого объекта уже есть. А если мы посмотрим на карт item, то у него как раз-то и есть product ID, quantity и total, которые внезапно тоже совпадают. Это сделано сейчас для удобства, да, для удобства того, чтобы мы понимали, что как только у объекта есть, у класса у объекта есть вот эти getter, которые дают возможность вернуть данные, и они совпадают с именем в схеме, то нам, в принципе, дополнительной работы делать в данном случае не нужно будет. Теперь перезапустим наш карт-сервис и посмотрим, исполняются ли запросы, да. Какие мы сейчас будем поддерживать запросы, мы сейчас будем поддерживать ва. Так, что-то тут, секунду. А, ну да, мы же перезапускаемся. Вот, мы перезапускаемся. Мы сейчас попробуем написать первый запрос напротив наших изменений, вот, который возвращает нам карт. Вот видите, мне подсказывает консоль. Дружище, нет уже продукта. Ты же продукт мне не описал, ты мне только product ID дал. Вот я product ID сейчас здесь и использую. Выполню этот запрос и посмотрите, я, да, получил данные. Все, у нас есть первый результат. Буквально мы потратили сколько там, пять минут и смогли уже завести самый простой API. Но это неинтересно, потому что мы-то продукт не получили. Я бы хотел вот тут именно продукт затискать, да, вот вытискать продукт, с него title, price и description. А это очень простой пример. Давайте, давайте улучшим наш пример. Давайте скажем, окей, больше product ID нам не интересен, мы его задеприкейтим. И я скажу, I don't need just an ID. I need the whole product. Окей? Вот, и добавим этот продукт, скажем, product, product и опять немножечко магии. Неинтересно писать геттеры всякие, всякие типы перед вами. Я просто его тоже за автокомпличу и покажу, что тут есть. ID, title, price, description, SKU и изображение ровно так, как в нашей модели. Вот здесь. ID, title, price, description, SKU. Окей. Поле я добавил, но оно же просто так само не появится в cart item. В cart item есть только product ID. Да? Здесь нету продукта. Поэтому я должен как-то сказать, как же мне этот product получить. Это все тоже делается очень просто. Мы добавляем еще один bin. Вот. И говорим, что это cart item resolver bin. Почему cart item? Потому что мы что-то резолвим GraphQL внутри cart item. Принимая cart item, можем сказать, что я вот теперь пойду на этот наш второй микросервис, который нам наконец-то пригодился, по HTTP и получу, выполню get-запрос и получу с него весь свой продукт. Этих изменений, добавления этой функции достаточно для того, чтобы я уже мог работать с продуктом. Давайте скомпилируем. У нас Spring Boot DevTools перезапустит сейчас сервер. Вот. И мы посмотрим, можем ли мы сейчас получить действительно данные по продукту. Вот это уже будет намного более интересно, чем просто вернуть product ID. Итак, вроде бы сервачок у нас перезапустился. Мы перезагрузим GraphQL. И посмотрите, видите, пожелтело это поле. Вот. Оно нам говорит, что поле задеприкечено. I don't need just an ID, I need the whole product. Именно то, что мы ему и написали. И теперь я скажу, хорошо, давай целый product. И я хочу с него title price SKU и изображение. Выполняем запрос и получаем ровно то, что хотели. Вот это уже прикольно. Мы действительно теперь получили не просто один объект, да, а уже связь. И мы выполнили запрос напротив другого микросервиса. То есть это все вместе начало работать. Если мы посмотрим на документацию, которая автоматически здесь доступна на основе схемы, которая есть у нас в проекте, можете посмотреть, что в карте, в item не показывается даже product ID. Да, он есть в show deprecated fields. Вот если вы пойдете на deprecated fields, вы увидите здесь product ID. А тут он даже не будет подсказываться. Хотя он все еще также доступен. Его можно использовать. Мы вроде бы уже почти там, но нам чего-то не хватает. Чего нам не хватает по требованиям базовым. Может кто-то заметил. Мы одним запросом сейчас тащим между клиентом и сервером. У нас сейчас один запрос. Между клиентом и сервером у нас один запрос, но и мы же хотели имиджи получить с лимитом, а лимит у нас еще не поддерживается. Давайте добавим лимит. Вот это вообще простое изменение. Для того, чтобы добавить лимит, опять идем в схему, находим нужное поле и говорим, ты, дружище, должен поддерживать лимит типом int и по умолчанию, если что, ноль. А ноль будет значить, верни все. Вот. Опять-таки, что мы сейчас делаем? Очень простое действие. Мы говорим, добавим в рамках продукта resolving и скажем, что как только кто-то у нас попросит имиджи в рамках продукта с неким лимитом, то мы вернем ровно то, что попросил клиент. Вот. Если лимит не задан или он меньше, равен нулю, мы тогда вернем все. Вот такой вот простой, очень простой код. Компилируем, запускаем, ожидаем здесь результата. Вот сейчас перезапустится наш сервер. Видите, вот на лимит уже никто не он, видно, должен работать. И он действительно работает. Видите, я вижу ровно один имидж здесь. Или если я укажу там, не знаю, два, то я увижу туда два имиджа. Или сколько вам нужно, или все имиджи. Значит, вопрос с аудиторией такой. Покажите кусок кода. Вот, смотрите. Мы идем в продукт, забираем имиджи, потом смотрим, какой же у нас запросился лимит. Вот. Если лимит у нас не был или дефолт, или какой-то меньше нуля, то мы тогда возьмем столько имиджей, сколько их нам сейчас доступно. Вот. И в конце попробуем выбрать с этого, с этих имиджей ровно то, сколько мы увидели, нужно получить изображение. Верно. Да. Правильно. Абсолютно верно. Мы с сервиса, product сервиса получили весь продукт. Вот. Но для клиента сократили количество этих имиджей, вернули ровно то, сколько он попросил. Вот. Но мы на самом деле, вот мы уже все требования тут нужные нам выполнили, и мы большие-большие молодцы. Вот. Сколько там? За 10 минут мы натянули GraphQL. Вот. И натянули его достаточно неплохо. Для этого потребовалось минимум, минимум кода. У нас есть схема, которая явно описывает для клиента, что необходимо. У нас есть автогенерируемая не совсем документация, скажем так, просто подсказка того, что за типы существуют на сервере. И вся наша работа в данном случае сводится к тому, чтобы описать, как вот эти поля получать. Вот. Хочу получить поля карт. Опиши, как получить поля карт. А если уже есть автоматический property или getter, вы получаете его задарма. С этим подходом есть одна проблема. Вот. Если мы задумаемся над… В общем, много тут будет проблем. У нас еще фиксить и фиксить. Но первая проблема, которая у нас есть тут, вот этот горизонтальный скролл, который я специально ввел, чтобы мы видели и схему, и код. Теперь на данный момент нам нужно поддерживать схему и поддерживать код. И то, и другое. И смотреть, что они не расплываются. На самом деле можно по-другому. И по-другому это используя… Так, где презентация? Вот. Используя библиотеку GraphQL Speaker. GraphQL Speaker это просто надстройка поверх GraphQL Java, которая позволяет вам писать только код, аннотировать его и на основе кода автоматически получать схему. Это кодировать тоже не прикольно. Вот. И я этого делать не буду. Я просто удалю скролл, открою историю и покажу, вам, как это будет выглядеть. Выглядеть будет это следующим образом. Теперь у нас вместе с GraphQL появился… с GraphQL пакетом появился пакет Speaker. И здесь есть, например, CartGraph. И вот тут вот все очень декларативно. Мы говорим такой вот query, как Cart. Мы будем вот этим методом удовлетворять. И у этого метода есть аргумент ID. И вот этого уже достаточно для того, чтобы строить схему. И точно так же с ProductGraph. С ProductGraph мы можем сказать, что в контексте CartItem, вот прям вот этой аннотации сказать, в контексте CartItem, когда запрашивается продукт, вот как я хочу его получить. вопрос. Давайте вопросы чуть-чуть потом. Вот. Таким образом, давайте я вам, чтобы доказать, что это действительно так, я удалю Java конфигурацию, которая у нас до этого была. Вообще удалю. И удалю схему. И так как у нас тут появилась новая зависимость GraphQL Speaker, то я должен явно перезапустить весь сервачок. Бам. Перезапустим сервак. И в итоге должны получить ровно то же самое. Вот абсолютно ровно то же самое. То есть выполняя вот такой вот запрос. Limit 1. Вот. Сейчас он еще не запустился. Не запустился, не запустился. Вот. Сейчас пам-пара-папам. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот. Он выполнился. Видите? Все хорошо. Возвращает ровно один имидж, не больше, если они есть. И ровно те данные, которые мы попросили. Все пока что очень хорошо. Давайте рассмотрим, как выполняется запрос. Вот это интересная штука. Может быть, у вас там сложилось впечатление, что все так просто, прикольно. И там внутри какой-то BMW M. Вот. Посмотрим, что на самом деле происходит. Итак, когда мы просим карт, мы идем в базу и получаем… в сиквельную базу. И получаем этот карт. После того, как мы его получили, мы должны вытянуть его айтемы. В данном случае наше приложение написано таким образом, что мы делаем inner join напротив айтемов. То есть мы и то, и другое получаем за один запрос. Почему? Я вам… все, что я вам говорю, я должен обязательно доказать. Поэтому я сейчас открою карт. И мы здесь увидим, что мы делаем игр fetch на collection. То есть каждый раз, когда мы загружаем карт, мы автоматически получаем и все его айтемы. Это в общем-то случае… как бы… в общем-то случае это нормально. Я просто хочу вам показать, что в данном случае не два запроса идет в базу, а только один. Вот мы получили и карты айтем за один запрос в базу. А потом идут продукты. Да, продуктов может быть, например, если айтемов было три, у нас будет три запроса вот этому второму микросервису. Если их было десять, будет 10 запросов к микросервису. То есть у нас получается get products 1, 2, 3, ну и так далее. У нас получается типичная проблема n плюс 1, от которой мы ушли между клиентом и сервером. Мы ее… мы ее никуда не делим. Мы ее просто передвинули теперь на наш уже backend, который мы контролируем и сказали, ну да, теперь вот наши серваки теперь разгребают вот этот неприятный нюанс. То есть вот как выглядит наша ситуация. Вроде бы все уже было позитивно, но у нас есть проблема. Давайте будем решать эту проблему. Как вы думаете, как можно решить эту проблему? Очень просто. Одним запросом получить, сказать… Айдихи все передать. Совершенно верно. Мы хотим… Да, вот, кстати, вот были наши ожидания. Вот что на самом деле происходит. Вот. Это больше, наверное, какой-то отечественный автомобиль и не совсем хорошим двигателем. Да, совершенно верно. Мы хотим бачим это все получить. Мы хотим понять. Ага, вот айтемов, например, три. Я соберу product ID по этим айтемам. В идеале отдам этому второму микросервису эти идентификаторы, и он мне вернет нужные данные. Благо, программисты в нашей команде уже об этом позаботились. Вот. И тут есть уже… Есть API, который позволяет мне не просто products выбрать по идентификатору, не вот так вот. Сейчас давайте я вот так уберу. Пум-пум-пум. Не просто по идентификатору получить продукт, а мы можем сказать, вот, я хочу передать ID, например, два идентификатора передам. И здесь уже увижу ровно два продукта. Вот это уже удобно. Вот это нормально, да. Давайте же мы теперь это нормально, превратим в настоящее решение. Я покажу, как это сделать. Во-первых, мы скажем, что мы хотим продукты получать батчем. Так как мы хотим получать не продукт, а продукты, то это должен быть, например, список. Ну и, соответственно, я могу этот метод назвать product. На самом деле абсолютно не важно, как он называется. Я его таким вот представлю. Вот. И это все происходит не в контексте карт-айтема одного, а в контексте нескольких карт-айтемов. Поэтому мы… Так, это все нам не нужно. Мы скажем, что у нас вот есть items. Наш вызов мы переделаем на IDs равно, например, там IDs. И скажем теперь, как же… А, давайте теперь эти идентификаторы соберем. Перевратим их в поток, сделаем мэп на карт-айтем get product ID и заколлектим их через запятую, в простую строку, да. И теперь назовем это все IDs. Давайте это перенесу, чтобы было понятно. Вот так. Пум-пум. То есть мы взяли все карт-айтемы, у них взяли идентификаторы, вместе сбили их в одну строку и разделили запятой. Все очень просто. И добавим теперь сюда, в наш параметр, который попадет в итоге в эту строку запросную, этот IDs. Нас интересует не product, а products. И мы получаем в итоге get product. Это уже возвращает нам список. Все. Это должно заработать. Кстати, у меня тут запущен был Чарльз. Я вам не показал. И Чарльз на предыдущий запрос как раз мне сказал, что вот смотри… А, о, сейчас давайте, давайте не так. Давайте. Вот я сейчас запущу, запущу этот запрос, и вы посмотрите, что тут на проксе присутствует ровно три выборки product. Вот это проблема N плюс 1. В данном случае это три запроса. После наших изменений мы должны увидеть один запрос. Один запрос, который получат все продукты. Для этого мы компилируем, перезапускаем сервер. Так. Не, он не подхватил изменения, я вижу. Сейчас я перезапущу его заново. Так. Все хорошо. Запускаю запрос, получаю ожидаемый правильный ответ, а в проксе в Чарльз. Вместо этих трех запросов я вижу один, и контент его будет состоять из всех трех продуктов. Вот это уже нормально. Вот это уже победа. Да? Или… Почти. А где не победа? Они вытаскиваются целиком. Верно. Смотрите. Значит, мы в принципе все хорошо сделали, но если я вот попрошу, например, только title, да, то в результате, выполнив этот запрос, я все равно увижу все данные по продукту. Ужасно. Плохо. Вот. Очень плохо. Давайте мы и эту проблему тоже уберем. Ее можно убрать. Давайте я покажу как. Мы бы хотели… Что бы мы хотели в идеале? Мы бы хотели теперь, когда мы просим вот эти все продукты, мы хотели бы сказать, а, ну вот, мне нужно только вот эти три или четыре продукта и только вот эти свойства в них. Благо, наши программисты уже подумали об этом. Вот. И такие говорят, окей, ты можешь использовать… Давайте вот так вот сделать, чтобы было видно. Вы можете использовать параметр include, query parameter, и сказать, например, что тебе нужен, например, ID, title и price, да. И в этом случае мы получим два продукта ровно с ID, title и price. Давайте это использовать. Это же вообще очень просто. Теперь вот здесь вот в этом запросе мы скажем, нам нужны идентификаторы и нужны заинклюдить некоторые поля. Давайте запишем, что же, что это, что это за поля. И вот тут вот есть нюанс. Мы-то не знаем, какие поля попросились, да. Мы тут не знаем. Нам нужно что-то, какое-то, какая-то подсказка. И этой подсказкой является магия в виде GraphQL environment аннотации, которая нам говорит, ты можешь сюда добавить список полей, которые были запрошены клиентом. На самом деле это может быть не просто имя, это может быть полноценный объект field, который именно field в терминах GraphQL. Мы не будем сейчас делать это сложно. Мы сделаем это простым. И вот вот эти fields я могу просто сюда передать, только мне необходимо их заджойнить по запятой. Вот. Опять компилируем, перезапускаем, ждем, что у нас получится. И в идеале теперь я в Charles'е должен увидеть ровно те, и только те запрошенные данные. Ровно для этого запроса я хочу в продукте увидеть только title. Запускаю, смотрю на Charles и вижу, теперь только title. Ну вот это уже действительно нормально. Вот дальше, вот все, уже дальше мы идти не будем. Но куда вы можете пойти дальше, если вы реализовываете сам игровкил сервер? Вы можете, когда ходите в базу, например, не просить весь объект базы, да, вы можете сказать, мне только вот эти поля нужны, потому что только их и попросил у меня мой конечный клиент. Вот. И так далее. С этим играться можно как угодно, и можно вложенные поля узнать, и так далее, и тому подобное. Давайте вернемся обратно в презентацию. Вот, поправляшки мы с вами сделали, все хорошо, теперь у нас стало. Давайте поговорим про безопасность. Вот. Какие у нас дела с безопасностью? Ведь вы представим себе опять этого Вову-единорога, у которого есть друзья, а у него есть свои друзья, а у каждого из их друзей тоже есть друзья. И вот таким запросом мы, в принципе, можем вытянуть весь Facebook на клиент. На самом деле нет, потому что у нас в этом случае сервер, что сделает. Он у нас просто упадет. Вот. И в этой ситуации вот как приблизительно выглядит то, что мы дали нашему клиенту. Вот мы клиенту дали вот это. Вот что мы… Знаете, что это такое? Бластер. Есть такое более деликатное название. Кто играет в игры, тот знает, что это, да? Есть какие-то догадки? Давайте. Нет, нет. Да, это Big Fucking Gun. Мы дали нашему клиенту Big Fucking Gun. И он теперь может делать с ним все, что захочет. Он может вот так вот стоять, выстрелить в нас и просто разнести наш сервак. Вот как выглядит наша ситуация. Вроде бы все было уже позитивно, но нет. У нас есть еще проблема, которую нам нужно решать. Как решать эту проблему? То, что касается конкретно GrabQL, это как минимум две штуки. Первое — это ограничение глубины запросов. И второе — это ограничение сложности запросов. Что такое глубина? Можем сказать, например, ты не можешь зайти глубже, чем на три уровня для этого запроса или вообще на все запросы. Что такое ограничить сложность? Это сказать, каждое поле, которое запрашивается, имеет какой-то вес. И если общий вес на запрос превышает какой-то threshold, то тогда мы тоже этот запрос не выполняем. Я вам покажу пару простых примеров защиты. Вот. Очень простых примеров. Первый пример — это когда мы скажем нашему GrabQL, что ограничим длину. Это делается через так называемый инструментейшн. Инструментейшн — это процесс вклинивания в обработку запроса GrabQL на сервере. Могу сказать max query depth инструментейшн и указать статическое значение. Вот это вот поддерживается просто из коробки. Вот. Тут не какие-то супер-мега там написанные мной live template там развернутые классы. Нет. Это все идет из коробки. Давайте запустим этот простой пример с инструментейшном и посмотрим, что в данном случае нам скажет сервер, когда мы попробуем эту длину на запрос сделать больше, чем 3. Так. Перезапустился сервер или нет? Он иногда немножечко под это, подлагивает. А, он не перезапустился. Хорошо. Поможем ему. Явно. Вот. Просто это доказывает, что это действительно live presentation, а не где-то какой-то скрытый сервер, который все нам помогает сделать. Вот смотрите же. Мы получаем ошибку со stack trace. Но тут очень все достаточно понятно написано. Maximum query depth exceeded. и наша глубина 4, а не 3. Потому что вот первый уровень, второй, третий, четвертый. А если я вот уберу запрос на product, то этот запрос уже выполнится. Конкретно в этом случае ограничивать в 3 — это не прикольно, потому что вот это как раз полезный запрос. Но у нас должно быть обязательно указано какое-то значение. Иногда это значение будет варьироваться от того, какого именно рода идет сейчас к нам запрос. Вот. Я вам покажу еще другой пример, который связан с max query complexity. Например, ограничим complexity в 5. По умолчанию complexity на каждое поле — это единица. Вот. То есть если вы, грубо говоря, попросили 5 полей, то для такого инструмента это будет нормально. А если попросили 6, то уже будет ненормально. Так. Вернем вот такой вот запрос. Бам. О. У нас теперь видно, что maximum query complexity exceeded. Да. У нас теперь 7 — это больше, чем 5. Я могу опять-таки, например, убрать вот эти два поля. И это уже будет работать. Можете пойти… Конечно же, это очень той example. Вы на самом деле… Секундочку. Вы на самом деле по-хорошему должны раздать веса нормальные. Например, получение subtotal из карта — это вообще вот так. А получение, например, продукта из item — о, но это уже надо целый HTTP запрос сделать. Там уже IO involved. Поэтому что вы можете сделать, когда вы пишете уже production решение? Можете пойти, например, в product graph и сказать, я хочу задать complexity. И этот complexity — это JavaScript выражение. И оно мне говорит, что все, что ты посчитал для моих детей, умножь на 2 и прибавь 5. И вот это будет мой child score. Это уже не то example. Это уже достаточно advanced. И вы точно так же в рамках card item тоже можете, например, какие-то complexity сделать. Вот. Child score — это переменная, которая доступна во всех этих JavaScript выражениях на complexity. Можете ее не использовать. Можете просто указать, например, 5 или 6 или любое статическое значение. Вот. Вот как работает complexity. И это средства защиты, характерные для GraphQL. Но, в принципе, защищаться нужно и другими методами. Вот. Первое — это, конечно же, rate-лимитинг. Вы не можете позволять свой сервер бомбить бесконечно запросами. И, скорее всего, GraphQL запросы, особенно GraphQL запросы, должны rate-лимитироваться намного более строго, чем обычные HTTP запросы. Второе — это установка тайм-аутов. Любое обращение к базе или так далее. Мы часто об этом забываем. Все забываем. Мы даже вот мы тоже работаем вроде бы с баблом. И забываем иногда тайм-аут поставить. Это очень важно. Вот. Поэтому тайм-ауты — это очень важно. И когда мы колываем другой сервис, и когда мы обращаемся к базе, любое ИО должно ограничиваться по тайм-ауту. И вообще-то, по-хорошему, это должна быть даже система бюджетов, которую вы даете на один колл. И если вы видите, что где-то в цепочке уже бюджет заэксидент, то тогда вы говорите, нет уже, сорян, чувак, не могу дальше продолжать, уже время закончилось. Очень важное правило — постраничный просмотр. В нашем той экзампл можно было выбрать все, 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 все значения, все элементы коллекции. Вот. Есть такое внегласное выражение. Если вы не добавили поддержку по дженации, то вы мудак. Вот. Я считаю, оно имеет место быть в 99% случаев, поэтому обязательно. И посмотрите, в принципе, на все эти правила. Rate-лимитинг, тайм-ауты и постраничный просмотр — это не характерно только для GraphQL API. Это характерно для любого API, но особенно в случае GraphQL на это тоже нужно обращать внимание. Ну что, давайте поговорим с вами. Мы все вот в query, мы как-то вот на эту модель так смотрели, так присматривались на нее. На самом деле ее можно-то потискать, ее можно поменять. Вот. И для этого есть мутации. В GraphQL есть понятие мутаций. И мы, кроме того, как мы описываем, как мы можем кверять данные, мы можем сказать, как мы можем их промутировать. Как это делается? Это делается не таким образом, что вы говорите, вот я хочу вот сюда вот в этот граф залезть и вот это поменять. Нет, это делается не так. Вы просто говорите, какое-то количество операций, которые доступны для мутации. Например, вы говорите, я хочу предоставить возможность добавлять продукт в карт. Да? И говорите, в какой карт, какой продукт и сколько его добавить. И таких методов может быть произвольное количество. Что интересно, это то, что возвращаемое значение, его можно точно так же траверсить, как и любой другой GraphQL запрос. То есть я теперь, когда добавлю продукт в карт, могу, например, сказать, и после того, как я добавил, пожалуйста, верни мне весь карт, и все продукты, и все айтемы, и все-все-все, что мне вот нужно для этого. Давайте посмотрим, помутируем немножко, посмотрим, как это выглядит. Здесь код тоже набивать не сильно интересно, поэтому я вам покажу уже готовый example. Вот, мы зачекаутим версию с мутацией. В коде это выглядит следующим образом. Просто в компонент карт-граф добавляется новый метод. Говорится, что это мутация, а не query. Называется эта мутация addProductToCart. ToCart принимает три аргумента. Вот, как мы указываем, например, дефолтовое значение. И дальше все сводится к вызову какого-то кода. В данном случае у нас уже был подготовлен карт-сервис, и он делает вот это добавление продукта в карт. Давайте посмотрим, как это выглядит. Для этого откроем history, найдем какую-то мутацию. Вот, например, вот эту. Нет, вот эту. Подождем, пока перезапустится еще сервер. Вот. Готово. Итак, добавляем продукт в корзину. Вот идентификатор продукта. Добавляем его, допустим, 2 или давайте 20. 20 будем добавлять. Вот. И после того, как добавим, хотим обратно получить, опять-таки, представление этой корзины. Выполнив такой метод, в респонзе я получу обновленную корзину. Вот я вам покажу, что действительно quantity на этот продукт меняется. Видите, да? 80, 100 и так далее. Если мне не интересно это все, мне нужен только, например, subtotal. Ну, окей, вот получим subtotal. Вот он будет увеличиваться при выполнении каждой из этих мутаций. Прикольно. То есть, что это означает? Можно не просто get-ать данные, а можно предоставить конкретные точки, через которые эти данные будут меняться. И вы уже тут можете опять-таки оперировать в терминах графа, когда хотите получить возвращаемое значение. Это очень-очень удобно. Промутировали. Что мы используем из себя в Wix? Вот. Мы не пишем на Java. Вот, например, конкретно GraphQL часть и работу с GraphQL сервером. Мы это делаем на Scala и используем библиотеку Sangria. Кстати, библиотека Sangria разработана, по-моему, одним из украинских программистов. Вот. И что очень приятно. И для меня было как бы приятной неожиданностью вообще. И на клиенте у нас используется сейчас, если меня не изменяет память, это Apollo. Очень много компаний сейчас используют GraphQL. Вот. Очень много. И кроме Wix? Это, конечно же, сам Facebook, это Shopify, это Twitter. Вообще все сейчас на него подсаживаются. Это как героин сейчас в API. Вот это вот GraphQL. Вы же можете подумать, я уже хочу его, да. Вот эти вот уже фиолетовые пузырьки GraphQL возникают уже в моей голове. Я действительно хочу синтегрировать. Но давайте поговорим про грусть GraphQL. Давайте поговорим про плохое. Обычно после этой секции люди говорят, это антидоклад по GraphQL. Вот. Поэтому нам нужно, мы должны быть объективными. Мы инженеры. Мы должны вот эти эмоции выключать и постараться посмотреть на все эти шайни штучки более прагматично. Первый недостаток GraphQL — это кеширование. Какая есть проблема с кешированием? Вот если мы посмотрим на HTTP, например, API, или вообще там на REST stack, у нас может быть кеширование на клиенте, на сервере, и может быть кеширование в интермедиере. Вот эти прокси и все остальное. В GraphQL клиентское кеширование в какой-то форме есть. Кеширование на прокси нет вообще никакой. И на сервере оно, в общем-то, в случае такое же, как и в HTTP API. В общем случае мы, получается, проигрываем, потому что мы не можем использовать интермедиере, мы не можем кешировать ответы на запросы где-то посреди нетворка. И в итоге проблема с перформансом таки остается. Вот, она объективно присутствует. Еще подумайте вот над чем. Вот вы сделали идеальную свою модель, да, и, например, получили ответ там за 10 миллисекунд. И сделали не идеальную модель на HTTP, вернули ее за 200 миллисекунд, но закешировали ее на прокси. Каждые последующие запросы в GraphQL будут все еще 10, 10, 10 миллисекунд работать. А каждый последующий HTTP запрос до того, как не обнулится кеш, будет занимать ноль. Он будет занимать ровно ноль. Поэтому это такой трейд-офф. Не нужно относиться к вот этим вот частичным выборкам, как к тому, что обязательно улучшит общий перформанс. Это улучшит, уменьшит количество данных, которые возвращаются. Первое время выборки может уменьшить, но долгосрочно не факт, что это приведет именно к этим результатам. Поэтому если у вас действительно сложная модель и действительно сложные UI-реквайрменты, и действительно часто меняется UI, реже меняется backend и, понятно, модель, вот, то тогда, да, есть смысл использовать. Если нет, то дважды нужно подумать. Безопасность. Вот дали нам big fucking gun, и теперь мы должны были от него защищаться. Вот раньше этой проблемы не существовало. Раньше мы четко знали, вот у меня есть эти endpoints, эти ресурсы. Я знаю, как они работают, я могу их отдельно промониторить. Здесь мониторить сложнее. Иногда вы можете просто не увидеть, что завалило, что именно выстрелило ваш сервер. Если вы, конечно, не сделали правильный мониторинг. То есть от этого нужно защищаться. Это объективный недостаток по сравнению с тем процессом, который был у нас до появления GraphKill. Обработка ошибок. В терминах GraphKill все будет 200 окей. Вот. И ошибку вы получите, но у нее не будет никакой семантики. У нее нету HTTP статус-кода какого-то, нету там 400 или 404, или 503, или 500. Вот. Вы вот эту семантику должны придумывать сами. Соответственно, каждый сейчас, каждый сервер будет придумать свое понятие ошибок. Поддержка произвольных ресурсов. Это тоже как бы недостаток. Почему? Потому что если вы работаете как бы с данными, но не обязательно структурированными данными, например, вы хотите загрузить картинку. Ну, можно, конечно, ее за B64, а потом засунуть в JSON-поле в каком-то объекте и подгрузить. Но вы сами понимаете, что это не оптимальный юзкейс использования GraphKill. Поэтому говорить про то, что GraphKill подходит для всего, точно неправильно. Когда мы говорили про мутации, операции изменения данных, то, что потенциально приносит, меняет состояние на сервере. В GraphKill нет никакого хента, является ли эта операция идемпатентной или нет. Потому что теперь у нас есть PUT. Он идемпатентный. Мы можем путать сколько угодно раз и получим один результат. Тот же самый. Или постать много раз. И тогда мы каждый раз получим потенциально новый результат. Мы знаем, что эта операция не идемпатентная и небезопасная. В GraphKill ничего такого нет. Вы должны пойти в документацию, почитать, а, идемпатентная, не идемпатентная. Это очень важно с точки зрения нетворкинга, потому что те операции, которые идемпатентные, их можно повторить. Их можно повторить безопасно. Мы знаем, что если я еще раз попробую то, что приводит к одному и тому же результату, то не будет проблемы. А вот пост я не могу заретраить два раза, потому что потенциально мне, например, две транзакции создаст вместо одной. Именование операций. Тоже нужно теперь на уровне каждого сервиса решать. Как мне назвать теперь операцию удаления данных? Delete или Kill или Terminate или Annihilate или Remove или еще как-нибудь. Вот. В HTTP у меня есть просто метод Delete. Абсолютно понятно, что он удаляет ресурс. Здесь это не очевидно. Нет никакой поддержки гипермедия на данный момент. То есть мы не можем просто так сослаться на какой-то ресурс GraphQL и потом его получить. Вот. Этого тоже здесь нет. Экосистема Java. Вот. Так как этот доклад ориентирован в основном на Java аудиторию, то и первая, как бы первая, в конце 2017 года еще была актуальна ситуация с тем, что экосистема Java не была сильно развита в плане серверной инфраструктуры. Сейчас на самом деле ситуация очень сильно меняется. И уже в Java мире поддержка GraphQL стала более, скажем так, более production-ready. Я не могу сказать, что она полностью production-ready. В Sangria намного, я бы сказал, намного, но в нашем опыте намного более все стабильно работает, чем в GraphQL Java. Поэтому это тоже как бы, это тоже недостаток. Вот. Надеяться на то, что вы подключите GraphQL Java или любой плагин over GraphQL Java и получите автоматически production-ready решение, такое, например, как Spring Boot в последних версиях, это просто не так. И самое главное, если у вас не получалось строить REST API, то у вас точно не получится нормально строить GraphQL API, потому что есть ряд консернов, которые не связаны непосредственно с механикой. Например, как, что именно мне отдать клиенту в пользование? Например, у нас, когда мы работаем с деньгами, у нас очень много есть всяких ордеров, транзакций и миллиард разных статусов. Я вот это все говнище, извините, не хочу отдавать клиенту, я хочу ему дать максимально простую модель. Вот. Вот это вот разделение, внутренняя модель предметной области и внешняя модель предметной области. Это принципиально. И это не важно, делаете в REST API или GraphQL API. Как вы вещи называете? Как вы правильно фейз-аутите предыдущий функционал? Какую именно связь между вашими ресурсами вы делаете? Вот это вот первое, что нужно сделать качественно, а потом уже думать, REST API это или GraphQL API. И есть альтернативы. Вот. GraphQL в мире HTTP. Вот как минимум три могу привести вам пример. Поговорю пока только про два, чтобы уже не затягивать. LinkRest это чисто Java-ориентированное решение. Я сконцентрируюсь больше на общих форматах. JSON API. Это стандарт, который возвращает данные в JSON, поддерживает и гипермедия, и вот эти вот сложные запросы с инклюдами и запросы, которые могут потенциально из entity вытянуть вот эту другую entity и в ней еще третью entity. Вот JSON API. Стандарт существует с 2000, не помню какого года. Это поддерживает. Есть стандарт OData, который поддерживает намного больше query-фишек, чем GraphQL. И делает это через HTTP, но просто не очень активно используется в стартапах. Вот где-то используется больше в интерпрайз-решениях, придуман Microsoft, Semantic и еще там кем-то. И на самом деле очень мощный стандарт. Если вы не хотите переходить к GraphQL, но хотите некоторые фичи, вот это первое, на что стоит посмотреть перед тем, как просто таблеточку с GraphQL брать. Еще очень важный момент. Обязательно я рекомендую. Это презентация зашарена, она доступна уже давно. Есть вот эти две ссылки. Я очень советую почитать. Это сравнение GraphQL и REST API от людей, которые глубоко практически понимают эту разницу и глубоко теоретически тоже понимают эту разницу. Вот эти вот две статьи в дополнение к тому объяснению, которое я вам дал сегодня, поможет вам еще более осознанно подойти к выбору, на чем же делать этот API. И вы уже думаете, блин, нафига это все? Не хочу я это. Я не хочу этот GraphQL вообще. Я хочу REST API обратно. Там у дата есть. Все нормально. Но хочу вам указать на один use case, еще немножечко рассказать про GraphQL и показать, где он действительно начинает, вот как бриллиант, начинает сверкать. Кроме того, что у нас есть запросы на получение и изменение данных, в GraphQL есть такая крутая штука, как subscription. Что такое subscription? Например, сервер может сказать, клиент, ты можешь подписаться на изменения, которые будут проходить у меня на сервере. Я их буду трекать и буду тебе о них рассказывать. Вот как ты можешь подписаться. Можешь, например, подписаться на ивент, когда добавляется продукт в какой-то карт. И клиент такой приходит, хорошо, GraphQL API, вот тебе, хочу подписаться на добавление продукта на карт 1, 2, 3. И сервер потом через WebSocket будет присылать сообщение о том, когда же меняется этот карт. То есть представим себе use case, открыто две вкладки. В одной вкладке мы добавляем продукт, а во второй вкладке, потому что у нас там была подписка, мы тоже узнали, что продукт добавлен. И обновили этот карт. Это очень удобно. Потому что теперь, и это работает через WebSocket, да, и вы вообще про это даже не думаете. Может, это WebSocket, может, это не WebSocket. HTTP, не HTTP, неважно. GraphQL забирает на себя транспортные обязанности и реализует просто этот функционал для вас. То есть теперь у вас есть не просто как бы синхронный запрос-ответ, а у вас есть возможность асинхронно получать сообщение от сервера про изменения. И вот хочу показать еще один пример того, что делается на GraphQL серверах. Это Ли Байрон. Это человек GraphQL в Facebook. Он один из создателей GraphQL API. И вот о чем он рассказывал на одной из конференций, посвященной этому, это Rangle.io. Представьте себе use case, когда вы выбираете данные, например, story выбираете. Но вы как клиент согласны с тем, что подгрузку комментариев можно сделать потом. Действительно, мы же когда там вот Facebook, например, вот так вот проскролливаем или Instagram, нам вообще пофиг на комментарии. Мы хотим просто видеть вначале, что там есть. А комментарии могут подгрузиться потом. Пожалуйста, добавляем директиву defer. Говорим серверу, можешь загрузить потом. Сервер в первую очередь возвращает story со вторыми сообщениями, а потом по WebSocket добрасывает данные, говорит, ты знаешь, вот там вот в первую story комментарии пришли вот такие, а в третью пришли вот такие. И вам, как клиенту, вообще не нужно думать о том, как это работает. Вы просто получаете данные и отражаете их как-то на UI. Это суперудобно. Все, что я сегодня показывал, оно доступно на GitHub. Это можно зайти, посмотреть, запустить, потыкать, вот, поменять и так далее. На этом у меня все. Спасибо. Я буду очень рад ответить на вопросы. Да, уже работает. Кого будут вопросы? Спасибо большое за доклад. Вопрос такой по поводу поддержки какой-то вот security на уровне групп, как нам может там Spring Security, какой-то есть такая интеграция сейчас? Да, значит, по поводу security. Так как вы работаете со Spring Binami, вы точно так же можете, допустим, добавить на них pre-authorization там или post-authorization, все что угодно, любые аннотации. Кроме того, если вы хотите какую-то кастомную обработку, вы всегда можете использовать, вот в данном случае, в примере, это называлось, сейчас я открою, product graph, это называлось GraphQL environment, потенциально в такие методы можно пробрасывать те объекты, которые нужны вам. То есть вы просто при входе запроса в runtime, я это тоже покажу, контроллер, контроллер, ну где ты? Вот, GraphQL контроллер. Вот, когда запрос к нам приходит, мы можем здесь в execution добавить любой объект, проверить авторизацию, например, потому что это же HTTP слой, мы тут знаем, какой куки пришел, какая сессия и так далее. Можем тут это раскодировать, передать в контекст, а потом в каждом из конкретных методов, например, решить, что делать, реагировать, не реагировать. Но Spring Security точно так же будет интегрироваться. Вот, это в самом простом случае. Спасибо. Еще такой вопрос. Если у вас сервис, которому мы там дальнейшие, я забыл, downstream, как бы, да, или upstream, вы у него берете… Да. Если он поддерживает только GraphQL, есть какая-то штука, чтобы пробросить под модель туда дальше? То есть у вас есть, приходит вам вот это, как такая модель GraphQL, вот эта схема, и вы хотите потом сделать какой-нибудь там запрос дальше, но там поддерживает только GraphQL. Что вы будете делать? Давайте разберем по косточкам. Вот у меня есть вот такой запрос. Да. Да? И вот у вас, теперь вы идете в Product Service, в котором есть сейчас REST, какой-то там в виде. А он там не REST, а там GraphQL. Окей. Как сделать, чтобы вот это вот то, что нам надо, туда пробросилось в виде пост-запроса? То есть мы сейчас разбираем случай, когда мы явно там строили какой-то темплейт, отставляли ID-шки. Я понял. Мы это будем делать руками в данном случае. Руками, да? Да, мы в этом случае будем это делать руками. Возможно, есть какая-то система типов, которая позволяет переработать респонс в то, что можно вернуть потом опять же саму GraphQL Java. Я про такую систему типов не знаю, но предполагаю, что на 80% что-то нужно будет делать руками. Спасибо большое. То есть между сервисами мы по REST API общаемся? Нет, вы можете общаться как угодно. Нет, я имею в виду вот этот вот фреймворк поддерживает дальнейшую трансляцию субзапроса в виде GraphQL на остальные микросервисы. Смотрите, да, вернее, нет, он не поддерживает это. Из тех примеров, которые я показывал, мы этого не проходили. Но обычно, когда там есть GraphQL, да, то нет необходимости. То есть обычно use case абсолютно другой. То есть 80-90% use case это есть REST API, и поверх него нужно сделать GraphQL. И намного меньше, когда есть GraphQL, и поверх него мы хотим еще сделать один супер-мега-graphQL. Вот. То есть я говорю, что я use case понимаю, но думаю, что в реальной жизни это будет работать немножко по-другому. В реальной жизни use case будет, я бы хотел очень просто REST API и response переделать в GraphQL API response. Я понял. Спасибо. Большинство, вообще есть такой совет общий. Лучше начать с REST API и всегда потом будет возможность добавить GraphQL API поверх REST API. Вот так, допустим, делал GitHub. GitHub давным-давно сделал REST API, у него там третья версия, да, и они его до сих пор саппортят, поддерживают, он абсолютно нормальный. Но поверх него они недавно сделали GraphQL API, который позволяет уже те же данные получать, например, более эффективно в некоторых use case. Вот. Вот эта обычная эволюция идет таким образом. Еще есть вопрос, да? Да, еще парочка есть вопросов. Поехали. Первая схема для ошибок. Там какой-то ответ был стандартный. Скорее всего, что она тоже где-то прописана. Если какую-то ошибку, возвращаем в респонсе. Типа депс нарушен. Это ошибка нестандартная. Давайте сейчас какую-то фигню напишем. Это ошибка вот тут вот error type или там validation error type. Это все, ну, это кастомные. Вот эти значения, они абсолютно кастомные. Они будут меняться от сервера к серверу. Что здесь будет прикольное? То, что, например, если у вас не получилось зарезолвить два поля из всего запроса, у вас есть возможность вернуть данные, но потом в ошибках сказать, а вот это поле не получилось, и вот это поле не получилось. То есть не обязательно сразу сказать, я сдаюсь из-за одного поля. У вас есть возможность сказать, ну, я тут что-то сделал, но вот тут и вот тут у меня факапчики произошли. Вот это, кстати, хорошая часть граффела. У вас будет просто две ошибки. В ошибках будет пас, что не удалось зарезолвить. И для этих полей в респонсе будет просто null. Ну, и вопрос такой по поводу депса. Если я хочу сделать для каких-то, опять же, юзеров глубокий депс, вот это тоже самый подход, как к security. Вы показывали, примерно, там, какой-то свой объект, инициализировать во время реквеста, да? Да, это все делается руками. Это делается через инструментейшн. Вот инструментейшн позволяет вклиниться, когда я запрос получил, когда я его чуть-чуть позже, чем получил, перед тем, как начал выполнять. Ну, в общем, все вот эти, он before что-то там, и он after что-то там. Это все в инструментейшн поддерживается. И вот, кстати, последняя версия GraphQL Java, восьмая, она там переделала сильно этот инструментейшн API, и он стал как бы более такой concise. Короче, есть возможность вклиниться в это есть. И последний вопрос. Можно посмотреть, как, например, вы говорили про pagination, чего-то там, я хочу под объект, а pagination, как вообще это будет выглядеть? Это решается. Нету стандартного решения погенации в GraphQL. То есть название, и дается только структура. Есть, определяете типы, их называете. Есть поля, у полей тоже есть типы, они могут быть сложные объекты, бла-бла-бла. А вот именно pagination, как бы из кейс pagination, он не описан, как вот вы для pagination должны использовать там лимит или что-то такое. Вот мы сами решили, например, в имиджах, да, использовать там лимит, например, 2. Но я точно так же с таким успехом могу любую другую проперти для этого заюзать. Понял, спасибо. Скажите, а вот насчет pagination, вы используете relay framework? То есть там, в принципе, прописан именно механизм pagination, который стандартный. В термине relay, да, это понятие узла, вот, и так далее. Но это как бы рекомендация, но это не является частью стандарта. GraphQL, да. Ну, это стандартный подход в relay, как бы, если его используете. Это хороший, это хороший поинт, вот к вашему вопросу. Нету стандарт, нету прописанного способа делать это в GraphQL спецификации, но как де-факто стандарт, как это делать хорошо, это делается на, с помощью, в relay это описано. Relay это, по сути, client-сайт библиотека, вот, для GraphQL. Для GraphQL. Но там есть понятие узла, то есть каждый респонс — это узел, вот, и узла есть его, как бы, значение. И это можно посмотреть потом отдельно. А еще вопрос. Вы используете в продакшене, ну, ограничения запросов, то есть какие-либо именованные квери, ну, чтобы для security, для, ну, производительности, ну, то есть лимитируем не по глубине, не по сложности, а вот именно говорим, что можно только вот эту квери, вот эту и вот эту выполнять, допустим. Мы сейчас это не ограничиваем так, но потенциально это, это приходит, приводит к тому, что нужно, сейчас объясню. На данный момент мы не делаем именованные квери, вот, потому что мы ограничиваем глубину, и, грубо говоря, просто знаем, что если у нас запрос там пришел, пришел на выборку там продуктов еще чего-то, то мы не позволяем в этом случае выбирать дольше, чем там какой-то, какой-то конкретный entity внутри продукта. По сути называется, это тоже именованный запрос, но это просто эксплиситно в коде как бы делается. Там есть там 2-3 такие заточки, которые это проверяют. То есть по-хорошему сказать query complexity или query depth 3 или 5, вот так вот, оно не работает, потому что все равно вы правы, с security точки зрения можно найти такой паз, который будет проходить complexity check и query, и depth check, но при этом сильно будет нагружать сервер. Вот мы в таком случае все равно, у нас есть мониторинг роста выполнения запроса, времени выполнения запроса. И как только он пропускает какой-то threshold, мы тогда начинаем смотреть, что это именно за запросы и почему это так получается. И тогда оптимизируем. Не обязательно это делать ahead of time. Еще вот есть вопросы, да. Был вопрос по ходу презентации, я просил потом задать, да. По поводу транзакционности и целостности данных, у них там есть какие-то, ну, встроенные штуки, или все вот на уровень sub-bd, туда куда-то уехали? Транзакционность и все остальное это не относится к GraphQL. Точно так же, как и вопросы авторизации и всего остального. То есть тут только выполнение запроса. Можно какие-то кривые данные получить, то есть ID-шники сюда, а то и как бы никаких там, да? Нет никаких гарантий, нет. А еще вопрос по поводу, ну, не SQL-ных баз данных. Он как бы вроде как по виду красиво туда ложится. Есть там какие-то там с Mongo его быстрые интеграции, чтобы он прям вот… Есть интеграции, например, с Neo4j. Вот Neo4j, графовая база данных, он вообще вот так вот ложится прям идеально туда. Но кроме этого, есть интеграции с Mongo, но вот так как у нас есть полный контроль над тем, что выполняется, когда мы резолвим field, мы туда можем записать все, что угодно. Вот все, что угодно. Ракеты можем запускать, если у нас просят какое-то поле или там сиквел оттащить или с Mongo. Все, что угодно. Все, что вы захотите. Мы Mongo не используем, поэтому у нас не было use case. Я не смотрел на самом деле, есть ли библиотека для Mongo, которая упрощает интеграцию. Знаю, есть библиотека для GPA, например, которая сильно упрощает интеграцию с GraphQL, работает поверх GraphQL Java. Есть RX настройки поверх GraphQL Java, которые реактивно позволяют резолвить запросы. Ну и так далее. А вот были примеры, что кто-то себя так в ногу выстреливал, что запрашивал столько, что не мог там обработать, я не знаю, там на мобиле падал? Были. Это стандартно, да? Были, конечно. Встречаются такие случаи, да. На боевом продакшене всегда такое встречается. Друзья, будут еще вопросы? А бывают случаи, когда объекты там, допустим, рекурсивно друг на друга ссылаются и там потом, короче, именно этим ломается. Есть ли с этим проблемы и борьба с ним? Рекурсивно, так как мы все равно ограничиваем депс, мы не будем, мы же не можем запрос задать рекурсивно. У нас запрос, да, он всегда будет фиксированной глубины. Он не может быть произвольной глубины. Поэтому этой проблемы не будет, о которой вы говорите. Понимаете? То есть если я попросил, допустим, если я попросил друга и у друга имя, я получу только друга и его имя. Вот. А для того, чтобы получить рекурсивно, рекурсивно получить все, 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 мне нужно, получается, сделать бесконечный запрос. Поэтому этой проблемы не возникает. Что можно сделать в случае, когда запрашивается та же самая entity в рамках одного запроса, можно сделать кэширование. Вот. И, например, записывать, что вот это, именно эта entity с этим идентификатором уже было выбрано, и мы не будем опять идти в базу или куда бы там ни было и просто возьмем ее из кэша. Это обычно работает в рамках одного запроса. Вот. Эта штука называется Data Loader. Вспомнил. А есть какие-то вещи, которые вот говорят, вот ID-шник, ну, и равен чему-то, а есть не равен или в каком-то списке чего-то, вот в какой-то такая штука, чтобы какой-то мини-запросы какие-то делать уже? ID-шник не равен. Нет, я такого, такого нет. Это делается уже, получается, какими-то вот такими ручными способами, скорее всего. Вот. Как-то так, да? Но именно, именно в самом граффеле я… То есть там больше, там, не знаю, возраст, больше там чего-то нет. Нет, нет, нет. Такого нет. Нет, такого нет. Давайте, думаю, последний вопрос уже. Больше не вопрос, больше мой опыт немножко. Есть такая библиотекя GraphQL JPA. Вот. Она позволяет на… из JPA-схемы по списку полей объекта вот как раз генерировать вот эти все параметры, типа больше, меньше, равно, не равно, там, и так далее. Для… Ну, мы используем Sangry на своем проекте, и я… Похожую штуку мне приходилось писать самому, ну, в плане вот тоже. генерировать запросы. Вот. Когда я только начал, ну, с GraphQL работать, я столкнулся с тем, что нет… Ну, мне казалось, что это должно быть природно, что есть интеграция GraphQL с базой данных какой-нибудь, с реляционной, с нереляционной. Я понял, что, ну, таких проектов нет. Вот. И на самом деле из моей практики это не сильно и надо. То есть, ну, мне показалось, что лучше руками прописать там как бы… как мы достаем каждый объект, каждое поле. Вот. Еще один момент на сайте… Я хотел бы прокомментировать еще по поводу того, что мы генерируем схему с GPA. Это удобно для того, чтобы начать, но очень важно всегда держать в голове внутренняя и внешняя модель предметной области. То, что есть в GPA, это обычно внутренняя модель предметной области. То, что выдается потом клиенту, оно должно отличаться. Вначале оно может совпадать на 90% или на 80%, да, но в принципе это разделить и четко держать этот маппинг эксплиситно очень важно. Мы у себя так делаем и каждый раз, когда API эволюционировал, всегда было доказательство того, что просто взять то, что есть в базе и дать клиенту it's a bad idea. И это очень неочевидно в начале. Да, да, полностью согласен. Вот. И еще момент. На сайте Сангрии вот автора Сангрии Олега Гильенко у него есть тулбокс. Вот. И у него там есть пример, как можно объединить несколько совершенно разных GraphQL схем в одну и плюс еще можно даже директивами в GraphQL описать вызов REST сервиса, который, ну, грубо говоря, без написания кода, только написанием GraphQL схемы позволяет собрать какой-то такой рабочий GraphQL сервачок. Но это, наверное, более как proof of concept. То есть я бы тоже, хотя бы я тоже столкнулся с тем, что у меня есть микросервиса, у каждого есть свой кусочек там GraphQL API, и мне хотелось их как-то объединить, но, по-моему, в стандарте этого еще нет и, ну, неизвестно, когда появится. Спасибо за комментарии. Друзья, всем спасибо. Предлагаю еще раз поблагодарить Владимира. Все, спасибо еще раз. Хорошего вечера. У нас это не все. У нас есть такой вот традиционный подарок и фотография с докладчиком, да? Да, сертификат тебе в коллекцию твою. Спасибо. И я знаю, что ты очень много путешествуешь как докладчик и как участник, вот, и тебе такой travel case, date art там удобно очень складывать. Спасибо большое. Спасибо. Я еще хочу, чтобы мы сами себе, имею в виду, участники поаплодировали, потому что, как мы говорили, кто-то собирает юникорны после 7 вечера, кто-то придет послушать, узнать что-то новое. Кто-то сегодня узнал что-то новое? Ну, значит, это все было не зря. Спасибо большое. Поаплодируем сами себе, что мы молодцы. Отлично. Спасибо. 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 Продолжение следует...